я приветствую наших зрителей сегодня понедельник в эфире очередной выпуск программы доживем до понедельника а сегодня в студии григорий гельфер ольга владимирова и меня зовут елена кальянова добрый вечер коллеги у нас такая маленькая до перестановка рокировочек особенный понедельник особенный понедельник с отсутствием по уважительным причинам евгения гиндина надеюсь хорошем снойный снойный понедельник да и как обычно мы в прямом эфире работаем 370 3101 это телефон который работает в течение нашей программы ждем ваших звонков ваших отельков участвуйте пожалуйста и у нас есть также работающая страница на фейсбуке туда тоже можно писать гендин придет разгребет ну на самом деле с прошлой передачи сколько там мы пропустили же одну две недели прошло очень много случаев события но я хочу сказать все таки о событиях которые были заметны да это вот наш петр алексеевич порошенко он повстречался на самом деле с президентом соединенных штатов америки трампом там они даже что-то в камеру немножечко поговорили по крайней мере сам факт в телекамеру надеюсь сфотографировались не 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 ну по крайней мере сам факт был и то что раньше путина успел все я думаю нормально и вот недавно буквально на днях он встретился с селфи есть наш сейчас как нет селфи не было нечего со свежим вот французским президентом с эммануэлем макро свеже избранным да эммануэлем макроном и тоже они так вот красиво ходили говорили макрон вообще макрон точно красавец он сказал про украинскую киевскую княжну значит анну ярославну то есть путин он говорил что это русская княжна значит порошенко он говорит что это уже там киевская княжна а вот николай янович азарова он обиделся и сказал что чему их там только в этих елях и итанах учат хотя макрон закончил в нанте в нанте да он закончил университет что они что не знают что все таки она значит ярославна она русская значит княжна хотя понятие киевская руси но на самом деле впервые в девятнадцатом веке только было в елях таких елях заблудились до елях она по крайней мере я считаю что петр алексеевич таки вот это вот время между нашими двумя передачами провел эффективно если он дальше не наделает никаких глупостей то в учебниках история не в общем то будет маленькая ремарка я удивляюсь что так мало культурных личностей вообще в мире потому что все время россия украина делят одних и тех же персонажей то лермонтова делят у пушкина деле то гоголя никак не определяет чей и ну вот теперь еще и анна ярославна понимаешь то есть на самом деле еще и вот не поделили еще есть масса огромный список если не хватает мы можем как нибудь на каникулах написать вот кстати говоря списке колю что упомянула у меня такой вопрос к нашим зрителям если бы сегодня были президентские выборы ну подумайте вот за кого бы вы голосовали хотя наш президент сегодняшний он четко сказал что выборов досрочных не будет следующие выборы в 2019 году все по закону но вот комсомольская правда в украине составила такой список потенциальных кандидатов вот на сегодня которые почти наверняка пойдут но всяком случае где-то как-то кому-то они высказывали желание да пойти на баллотироваться в президенты ну я не говорю а порошенко не говорю потому что то ли пойдет то ли нет открыто еще не догадываются да что наверное же конечно делает все чтобы остаться юлия тимошенко наверняка она абсолютно не скрывает своих предсказуемо совершенно да там землю она хочет сохранить я ценю к опять-таки ссылка идет на до интервью его друга андрея ванчука он сказал что вполне вероятно арсений петрович будет такие амбиции иметь кто у нас больше всех кричит о том что когда я стану президентом когда я буду президентом ляшко сегодняшний помнишь когда он был у нас в эфире перед эфиром и общались я у него спросила кем вы хотели быть в детстве он сказал тем же тем же кем и стал я спросила кем президентом я говорю так уж еще не стали не ну я до сих пор мечтаю ну вот лишь правда из первых узкарик не исключено что это будет юрий луценко не исключено потому что он же всем пообещал что скоро он уйдет с поста прокурора и вот его видят приемник будет свободен преемником порошенко а вадим рабинович висит уже висит на бордах кое-где он открыто еще нигде не заявлял но не опровергал ну и он уже ходил туда уже уже был в кандидат понравилось знаменитая кремлевская узница еще одна женщина которая тоже обещает навести порядок и на германа неужели отдохнула ну хороший нормальный спектр нет пока молчат ну не хватает славы вакарчук подождите давайте угадайте двоих еще на любаченко нет не хочет ну мусорный кризис сделали для того чтобы устранить город сад уже сделали перед страной садовой ну и еще один бывший грузин очень тоже хочет но он пока не может ни слова он не может по закону потому что 10 лет надо прожить в украине у него пока с пятнадцатого года гражданства то есть у него на момент выборов будет там сколько четыре четыре с ну четыре даже если пять все равно мало вот поэтому вот такие кандидаты бедненько правда но вакарчук бедненько но разнообразненько а вакарчук может он зато в фейсбуке все пишут что вот он что-то говорят что вся идея в том чтобы выбрать для порошенко во второй тур удобного персонажа вот удобного а вдруг он выстрелит как макрон вот так вот так тихо спокойно раз молодой новый такой изводного даже для этого надо закончить ель и там еще в нанте какой-то на самом деле про ротшильдов поработать печально потому что никак никого нового и никого в общем-то яркого нам все время обещают что подрастет поколение молодых политиков до девятнадцатого года растет в каких елях в елях она в елях да вот но или в самом деле если они действительно растут у них по идее должен уже вырабатываться иммунитет против определенных вирусов например против вируса петя я не имею ввиду что они должны то есть у всей страны вырабатывался против хотеть не быть таким как пётр алексеевич да но слышали да о том что на прошлой неделе вирус петя поразил практически все крупные даже у нас театриковый ндг у компьютер полетел так вот так вот а вот на девятом канале ничего не полетело и в приватбанке ничего не полетела хотя тоже многие там злые языки говорили что вот приватбанке уже все полетело так что теперь да ничего приватбанка как раз работает полет хороший полет хороший так вот на самом деле все специалисты которые более-менее разбираются в законах построения сетей вот этих компьютерных все говорят нельзя жлобиться на сис админов на сис админов то есть главный администратор должен быть высоко оплачиваемым специалистом который в любое время на чеку который знает все лазейки все ходы и выходы знает рисунок передвижения этого вируса куда нажимать вот как спасать то система защиты должна быть такова чтобы вирус даже если и проник то ничего не смог сделать я знаю что у нас в газетах и во многих средствах массовой информации не очень крупных до сих пор не работают компьютеры они просто уничтожены да уничтожены ну я так понимаю что васят банки они уничтожены закрыт вообще может быть сегодня я не знаю а дуэнни ну там же есть вариант положить в дупло 300 приходят гражданам о том что ваш счет ващет банки заблокирован а при этом у человека никогда в жизни не было счета ващет банки у меня еще там не компьютер а там вот доски смелом счеты там какие-то биткоина не не знаю биточки знают биткойн наверное не что-то вирус тоже рассылает эсэмэски вирус этот вирус в других местах он не в компьютерных сетях он где-то мне надо мне очень жаль что вот этим вирусом я не знаю убит ли на совсем или пока сломан с ним бой до ранен борется может быть сайт газовый наш куда можно было вносить показания я так долго этого добивалась я тогда трудно он все что ты внесла сожрал это стало удобно они наконец-то спустя полгода наверно меня услышали там внесли куда надо все стали учитывать мои показания они вот эти сумасшедшие цифры которые там они автоматически насчитывали и вот все это связь только они заработали тут же только они заработали как они заработали вот несколько дней они молчат против газовой службы это все против опускать газ я не знаю такие ценные что же у них то сайтом так я вот что я хочу сказать про то что вот эта вся электронная переписка и вот все все вот это это ну очень опасно да вот эти вирусы а вот просто письмо которое написано его никакой вирус не сожрет а помнишь сибирскую язву в конвертиках рассылали я хочу сказать а вот письме которое дошло его ни один вирус не потревожил это письмо комсомольцев 1967 года которое было вот первомайске николаевской области стены дк изъято и значит вот было зачитано это на самом деле это трогательная но до слез вот история начнем просто какие-то цитаты из этого письма что мы поколение шестидесятых не представляем себе жизнь без борьбы значит мы протягиваем вам 21 рук дружескую значит на 21 век дружи дружескую руку с гордостью сообщаем что социалистическое соревнование значит для тебя родная партия закончена вы поколение счастливое над вами чистое небо и для вас нет войны для всех живущих в 2017 году значит вы не против это самое протестуете против израильской военщины против агрессии американцев во вьетнаме против провокации кубе то есть вы этого ничего не знаете вот этих проблем современных израильскую военщину видишь не угадали все-таки ваши детишки уже не находят ржавые гильзы оружейные затворы и так далее тоже здесь гадали то есть вы построили счастливое будущее которое мы мечтали вот такое вот письмо то есть на самом деле ну если вдуматься то насколько в общем то ну трагизм да там человеческой истории заключен вот в этих строчках да то есть вот как они думали будет и как она на самом деле к сожалению получается они писали о социальных процессов все-таки каких-то но они писали что вы будете знать вы будете знать что такое там мальчишки не будет находить там снаряд они были романтики за не говоря о том что вы будете там покупать билеты не выходя из дома значит они говорили что вы будете расплачиваться биткоинами важны были все-таки какие-то ну моральные моральные вещи и к сожалению будущее но горько обмануло их ожидания горько то есть сейчас пришлось писать письмо от депутатов сегодняшних депутатам там но собрались грамотно 58 года ну или даже даже больше вперед не знаю опыт показывает что это очень большая ответственность то есть принципе тогда люди знали что пройдет 20 лет и будет коммунизм то есть а сейчас мы точно не знаем они верили понимаешь мы видим что на самом деле это все к сожалению гораздо сложнее гораздо трагичнее и человеческая природа она в общем-то ну к сожалению меняется не так в те годы когда они сочиняли это письмо не была одна партия они себе наверное представить не могли как у какой у нас будет луи конечно трата и сколько доллар будет тоже не что будет твиттер фейсбук но вода да не все сегодня готовы писать письма некоторые считают что это старомодно и даже фейсбук старомоден кстати наш мэр там что что он опять вернулся или он таки все-таки отказал в общем он то ли есть или нет а вот американский президент трамп сказал что он считает себя современным президентом и его средства связи твиттер и он не будет отказываться от соцсетей однозначно он там всех журналистов имеет ввиду грызется с ними постоянно но в твиттер он все свои новости вещает еще раз подчеркиваю он считает что это достойно звание современный президент поэтому я знаю мэр у нас современные ну что нормально новостейная лента если ты хочешь знать что думает делает собирается делать там запланировал твой президент если он готов об этом если он не устанет часто и дробно нам сообщать то нормально почему это из первых уст ну я подозреваю просто что наверное у него как и как и у наших у многих будет потом какой-то технолог который будет но я думаю что да и они есть безусловно нашего но мэра он же все сам сочиняет это ну трамп тоже я поговаривают что есть и рабы негры негры ну я ни одного негра не видела просто в отличие допустим от нашего президента трамп очень многие сми американские называют фейковыми и мошенническими наш президент такой еще причем так очень избирательно у нас просто еще таких нет у нас все честно ну лишь бы это просто не превратилось какие-то там ну совсем уж не ну просто он пиарит твиттер просто по видимому за какую-то малую долю и все они фейсбук а именно twitter то есть в доле конечно филатов не в доле мы наконец-то мы поняли в чем дело кстати вот я не знаю насколько современные вот эти способы общения со зрителями со слушателями там с избирателями с жителями страны насколько они актуальны рейтинг трампа сегодня он почти на 60 процентов 60 процентов не одобряют его работ жители америки 40 типа ну не что это рекордно низкий там только по моему у кого буша буша был спустя пять лет в конце срока там был вот такой вот рейтинг на самом деле чем больше люди знают тем больше они критикуют то что утром по высокая узнаваемость когда мы ничего не знали но все было прекрасно как бы на это наши сми ведь пишут мировые сми опять-таки это месяц был чем он бы сказал это фейковая ну я не знаю у меня есть друзья в америке и очень многие довольны каши я не могу составить чем трампом да ну хорошо да что мы все об америки в чем не можем сказать об украине и а вкладчиках приват банк опять на приват сейчас идут такие серьезные наезды скажем так мы готовим сыровать живут он собирались но дело то что вот 1 июля да настала 1 июля это конец конечный срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев приват банка бывшие владельцы все понимают о таком речь должны были решить вопрос долгами перед банком но этого не не сделано уже сегодня третье число в основе не там никаких телодвижений не произошло и ресурс страна наверное все слышали о том что главный редактор гужева подвергается как они считают репрессиям за 10 тысяч долларов за 10 тысяч долларов да на прошлой неделе опубликовал статью которую назвал к бениной матери и подробно там расписал почему так происходит на что игорь валерьевич чел нужным ответить что это все фейковые новости это все назвал это информационным шумом то есть нужно сейчас создавать еще раз подогревать и дирес приват банку для того чтобы ну чтобы ослепить его имя сказать кто на самом деле тут карабас барабас в украине там главный хотя на самом деле не все так просто и не все так однозначно то есть он сказал что да переговоры ведутся у людей которые пишут и создают этот информационный шум у них на самом деле просто очень мало информации то есть они там не присутствовали да телефонных разговоров у них нет денег нет денег нет но вы держитесь да вы хотите информационного шума ну их есть у меня да шумите себе дальше то есть ну срок истек но денег нет ну это самое как его там александр шлопак да вот как его так кризисный да кто это не но это вот руководитель приват банка который значит самый тяжелый момент значит подхватил его подсоем значит атлант приват да 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 и он сказал что все он уже там выполнил свою функцию попросился в отставку то есть и все сказали вот молодец да он самое тяжелое время вынес и дальше как бы уже русский сказал что переговоры начались еще в июне то есть они существуют я как рядовой вкладчик приватбанка должен волноваться или уже не должен ну так он минфин 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 говорит что владельцы приватбанка выполнят взятые на себя обязательства потому что николы щеток не было чтобы якусь фону не было примерно так в любом случае государство это гарантирует тогда я не волнуюсь а я еще хочу сказать спасибо укргазбанку всякий случай почему потому что он является кредитором ну кроме того есть еще и частный инвестор потому что насобиралось 310 миллионов гривен для построения в нашем родном городе биогазового завода это вот переработки отходов аэрационных вот этих вот значит станций ну так вот говоря таким научным языком короче говоря все вот эти вот газы которые являются продуктом всякой жизнедеятельности в общем смысл в том чтобы из этих какашек добывать электричество вот смысл в этом значит будет построен этот завод его собираются построить за 15 месяцев там фирма не помню как называется но какая-то правильная там фирма значит она фирма биоэнерджи днепр она филиал там какой-то австрийской на сападе да австрия австрия хорошая страна поверьте мощности он будет он будет там выделять значит 3 мегаватта что достаточно для того чтобы освещать но небольшой райончик днепри а второй вопрос какая какашек хватит какашек но это вот я обращаюсь к нашим голуби мира и не надо только летать туда в район аэростанции аэрационные до станции чтобы транспортные расходы какие-то я не знаю не короче иронизируем на самом деле я считаю что это очень там но хорошая прогрессивное дело это первый проект вот такого рода в украине и если это получится я думаю что это все-таки получится пусть потом не скажет что электричество ваше говно да мне никто не скажет потому что это будет прямо соответствует не ну главное чтоб светила и грела на самом деле действительно да ну это узнаваем это вот это часть вообще имиджа как вы думаете ну мы рождены чтобы сделать светом газы давайте газы ну вы тоже какашки наверное все зрители тоже в курсе ну те кто смотрит 9 канал просто обязаны это знать потому что мы неоднократно об этом говорили о том что сейчас в очередной раз мы тоже иронизировали на эту тему в очередной раз рождает рождается в муках в массовых потугах рождается логотип города днепр и это все в системе создания общего такого бренда логотип студии сейчас мы посмотрим кстати сегодня последний день подачи вот эскизов человек которого прочь от главные художники днепра сергей белопольский который сотрудничает плотно и с программой но жп он предложил свой логотип кстати он сделал опрос он молодец узел опрос и говорит все ли считают что символизировать не продолжены ракеты хитрым образом он так повернул цели считать не все я так не считаю вот он считает что днепр это в первую очередь все таки река это набережная это волна вот он предлагает обыгрывать волну то есть это не логотип днепра чтобы там никто не подумал это тренд он просто показал в одном рисунке как можно разные символы днепра сочетать с волной все видели там кухарные логотипы лучше чем они такие ковши да вот давайте еще покажем герб который он придумал а вот это другое это в пику белому в пику белому евгений петлёв тоже известный дизайнер который придумал вот эти патриотичные футболки с пакетом соли помните такой известный тоже с бандерой вот он предлагает такой лаконичный логотип это все говорят что это шапочка бумажная шапочка на самом деле это буква д это несколько как бы там основ духовная культурная там еще какая-то то есть пирамида да и кораблик кораблик мечты как он это называет вот логотип который предложил белопольский вот он значит щит на нем волны днепро но это как основа он готовы не думайте что тут просто будут там волнушки и все а это вот это логотип который это смеет поездник придумал да вот да и тут уже пошли конечно шутка шутка шуточный вариант значит бф потому что это может быть клей бф на самом деле там или благотворительный фонд может быть ну он конечно имел ввиду бориса филатова который идет на дно но это его как бы видение этого логотипа вот но на самом деле есть несколько вариантов их будут выбирать и что мне понравилось в реакции белопольского его очень критиковали гриш это сплошная волна рябь что вот нет ничего больше ничего нет не гони волну но буквально за два-три дня до конца этого конкурса другие дизайнеры которые не собирались принимать участие в этом конкурсе они стрепину скажу за ерунда встречную и начали быстренько создавать свои логотипы ну хорошо я очень рад но вот честно вот за тот который с волной с волнами ну и ну мне кстати вот бумажная шапочка на тоже нравится очень она очень многослойная по смыслу ее можно использовать вот смотрите вот джаз на днепре вот он использовал логотип как вот как прозрачный вот и вот как логотипчик такой синяя синяя вот кстати что там джаз на днепре что там ну я вообще хочу еще такую маленькую сделать 4 минуты я хочу сказать что конечно логотипа хорошо но в общем главное все таки же люди но биогазы они же без людей не возьмутся вот я хочу сказать я хочу просто поздравить володю петренко это наш замечательный режиссер с тем что он получил звание заслуженного деятеля искусства украины на день конституции заслуженное звание володя поздравляю главный художественный руководитель театра верим ну я думаю что все наши зрители знают они знают так я вот биогазы рекламировать так все фирмы назвал а как театр я хочу сказать говори у нас время заканчивается 22 23 июля джаз на днепре я не буду даже перечислить будут мировые звезды ну например лауреат грэмми party остин много как кондаков наши земляки еще такие в общем всякие 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 супер будут джаз мэн и гендин а не знаешь гендин еще раз за 4 он еще еще будет я хочу сказать что будут даже ходить специально пароходы вот которые будут возить желающих послушать этот джаз прямо туда на монастырский остров этот кораблик он он правильный да он пара то есть у нас будет два пара парохода по 120 человек которые будут вот чартер значит возить вот людей туда послушать джаз джазовые пароходы как это звучит да ну то есть это будет на самом деле фильм том сойер помнишь когда ходил по миссисипи этот кораблик и там играли это будет очень большой праздник любителей джаза любителей днепра хотя приедут к нам много гостей из других городов уже сейчас я знаю что пишут звонят собираются приехать ну и вы конечно же придете кораблик ждет когда следующий раз будут переименовать город или брендировать да надо будет что-нибудь джазовое лепить ну и я надеюсь что погода будет сопутствовать я думаю что должна быть комфортно хотя там очень такой вот прогноз не стабильный разберем что британия хочет смягчить визовый режим для украины там климат нет это там посола она сказала что вы должны обращаться к руководству моей страны они ко мне климат скажи там это хороший может немножко потому что отличный мы же мы любим мы как раз говорим что хорошие и одно из таких событий неприятных этой неделе было как раз-то невыносимая жара на этой неделе обещают сменить гнев на милость и должно быть немножко прохладнее даже дожди но не только у нас было жарко было жалко жарко в европе есть кусочек у нас видео посмотрите насколько жарко было в сербии в белграде и что делали жители на канализационных ли умер министр женщины времени снимать куда снять и и и и и и и и Ну, я не знаю, насколько это гигиенично, насколько это полезно. Ну, это лучше, чем яичница на вечном огне, когда-то там. У нас не будет такого, правда, не будет такого. Нет, у нас Британию, давайте надувать Британию, надеемся, что, как обычно, мы завершаем погоды, погода будет хорошая. Погода будет хорошая, джаз будет классным, доживем до понедельника. И режим у мягчатка. И до следующего понедельника доживем с хорошими новостями. Спасибо за внимание, оставайтесь на девятом канале и смотрите нас. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok